Доброе утро! Давайте сегодня с утра поговорим о вообще-то всегда актуальном вопросе, но особенно актуальном после таких длительных праздников, как Новый год и Рождество. Мы поговорим о наших с вами отношениях с алкоголем. Надо было бы, конечно, до праздников поговорить, но что теперь поделаешь? Я хочу напомнить вам очень простые принципы диагностики проблем с алкоголем у себя любимого. Итак, у вас или ваших близких есть серьезные проблемы с алкоголем, если есть три главных симптома. Первый. За последние шесть месяцев два или более раза прием алкоголя приводил к нарушениям социальной или биологической адаптации. Если яснее, то из-за алкоголя наступали любые проблемы с вашим поведением или здоровьем. Не то сказал, что хотел, не то сделал или не сделал. Утром не смог встать на работу, не нашел машину, жену, дом, проснулся не совсем там, где ожидал. И тому подобные радости в кавычках. Второй симптом. За последние шесть месяцев два или более раза окружающие намекали вам, что нужно меньше пить. Какие шесть месяцев, доктор, за последние десять дней мне на это намекали десять раз. Надеюсь, что это не так. И третий симптом. За последние шесть месяцев два или более раза вы сами себе обещали пить меньше, но оба раза не сдерживали свое обещание. Подходит? Значит, вы не контролируете свои отношения с алкоголем и пора что-то делать. Не хочется? Я понимаю. Тогда могу предложить дать себе последний шанс. Как самому контролировать употребление алкоголя? Рассказываю. Попробуйте выпивать четыре раза в месяц. Этого более чем достаточно для того, чтобы расслабиться в конце недели, на все юбилеи, праздники, корпоративы и на просто так. Второе. Ни один из этих четырех эпизодов приема алкоголя не должен приводить к нарушениям социальной биологической адаптации, никаких конфликтов, прогулов и больничных. Третье. За каждое несоблюдение этого второго правила один из четырех раз в месяц вычитается до конца календарного года. Нарушил и в следующем месяце у тебя только три выпивки в месяц. Еще нарушил и в следующем месяце два раза. Четыре ошибки и ты трезвенник до конца года. В начале каждого года счет обнуляется и снова четыре раза в месяц. Сможете? Значит вы контролируете свое употребление алкоголя. Не сможете? Значит алкоголь контролирует ваше поведение, что не есть хорошо. И здесь уже нужна помощь специалистов в коррекции своего поведения. Не хочется? Я понимаю. А жить в согласии с самим собой, родными и начальством хочется? Хочется. Тогда начало года это лучшее время для изменения своей жизни. С добрым утром!